Алё, ага, ага, всё поняла, всё ждём. Так, приезжает дед Михаил, готовимся ко встрече. Собрались, побежали. Куда побежали? А действительно, сынок, куда побежали-то? Ну он же приезжает к нам, а не мы к нему. Ждём. Привет, привет, привет. Ну что, всё болеете? Наверное, один чипс и конфеты едите. Знаю я, как вас на ноги поставить. Есть у меня один способ. Хорошее сбалансированное питание – лучший помощник нашего иммунитета. Вот только согласитесь, не каждый день получается питаться регулярно, да ещё и полезно. Дедушка, вам что-то нужно или вы просто так? Ой, дочка, сам я с деревни. Приехал, а мои городские все ослабли. Мне бы что-нибудь для здоровья. В этом случае вас могут здорово выручить орехи и сухофрукты. Дело в том, что все разновидности орехов сохранят без всяких потерь свои витамины. Питательные свойства не только в течение одного сезона, а гораздо дольше. Поэтому подумайте, что полезнее съесть зимой апельсин, утративший свой витаминный баланс, или же горсть орешков. Сегодня пользуются популярностью орехи, способные продлить молодость. В первую очередь это бразильский орех. Он содержит в себе селен, молебден, железо и цинк, что способствует омоложению организма. Королём всех орехов называют ядра грецкого ореха. Они содержат 162 калории в горсти. Диетологи всего мира дают предпочтение грецкому ореху ещё и потому, что он кладезь витамина С. Этого витамина в нём в несколько раз больше, чем в чёрной смородине. Например, в пяти грецких орехах содержится полная суточная норма витамина С, необходимая для взрослого человека. Однако учтите, грецкие орехи усваиваются организмом только при тщательном и медленном пережёвывании. Многие мамы на сегодняшний день задаются вопросом, как естественным образом успокоить возбуждённое дитя вечером перед сном. Грецкий орех является естественным антидепрессантом, и его употребление детьми успокаивает возбуждённую нервную систему детского организма. А для глаз что-нибудь есть? Для глаз? Миндаль. Сладкий миндаль, отлично подпитывающий память и зрение, можно есть сколько хочешь. А вот его горького брата не больше двух зёрна шагудей. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек необходимо есть миндальные орехи, запивая их горячим молоком. Бразильского тоже давай, моей бабке пусть молодеет. Орехи кешью подходят и для укрепления иммунной системы, а также здоровья кожи. Полезны они тем, что богаты железом, которое содержится в них вдвое больше, чем в других орехах. Орехи кешью также жизненно важны для плодородия, как у мужчин, так и у женщин. И фисташки побольше для моего здоровья мужского, а то бабка всё жалуется. Фисташки – настоящий источник мужского здоровья. Фисташки богаты витаминами В1 и В6. Также мужским орехом считается грецкий орех. Он содержит в себе большое количество витаминов и микроэлементов. Ещё в древней спарте было известно, что грецкий орех благотворно влияет на рост и развитие мужского организма. Пощёлкать фисташковые орехи тоже полезно. Наряду со здоровой диетой они могут снизить риск сердечных заболеваний. Ведь в их составе есть калий и лютеин, которые помогают снизить кровяное давление. А вот женским орехом можно назвать кедровые орешки. Кедровые орехи наиболее полезны для женщин. Они – ценный носитель жирорасщепляющих витаминов В и Е. Витамины и микроэлементы, содержащиеся в кедровых орехах, способствуют укреплению женского организма. Ну а для полного набора в борьбе за сильный иммунитет не хватает только имбиря. Его совсем не обязательно покупать в сыром виде. Добавляйте сушёный имбирь в чай или ешьте его в прикуску с чаем. Сладкоежки же могут запасаться сухофруктными орешками в шоколаде. Белым или тёмным – по вашему вкусу. Спасибо, дочка помогла. Теперь моя семья точно болеть не будет. И бабка моя, ненасытная, будет тоже рада. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аверс qu privileges – дочерьério –ielenторы Субтитры создавал DimaTorzok Дочери – дочери Субтитры создавал DimaTorzok